У этого направления нет определенной даты основания, однако упражнения часто использовали спортсменами еще в Древнем Риме. Впрочем, известность стретчинг как отдельный вид тренировок получил в Швеции в 50-х годах, благодаря все тем же спортсменам. Уже в 80-х ни одно занятие не начиналось без комплекса упражнений, направленных на растяжку всех мышц тела. Это вид фитнеса, направленный на растяжение мышц. Это не только шпагат, как принято думать, это все группы мышц тела. Это и все тело, ноги, руки, плечи, спина, абсолютно все можно растягивать. Стретчинг способствует растяжению мышц, связок, улучшает движение в суставах. Чем чаще вы занимаетесь стретчингом, тем более развитые, более растянутые мышцы. Вы уже избегаете растяжений, разрыва, суставы более подвижные. Прежде чем приступить к растягиванию мышц, необходимо разогреться. Самый оптимальный вариант – в течение 10 минут провести суставную разминку, чтобы подготовить тело к работе. Также очень важно правильно дышать. Непременные условия – не задерживайте дыхание и не спешите с выдохом. Таким образом занятия принесут массу пользы для всего организма. Стретчинг стимулирует кровообращение. Он снимает болевые ощущения после тренировок, помогает восстанавливаться мышцам после силовых тренировок, помогая мышцам из сокращенного состояния возвращаться в нормальное. Что немало важно для женщин – улучшает настроение, улучшает осанку. Кроме того, такой вид нагрузок эффективен при борьбе с солевыми отложениями, также служит средством профилактики развития остеопороза. Однако моментальных результатов не ждите. Чтобы упражнения подействовали, нужно заниматься стретчингом как минимум 3 раза в неделю в сочетании с силовыми и аэробными нагрузками. Каждое упражнение должно быть плавным, без болевых ощущений. А еще очень важно, по словам инструктора, прислушиваться к своему телу. Многие не понимают, что такое до конца стретчинг. Все-таки мы растягиваемся для того, чтобы нам было легче просто в жизни. Это должно быть естественно для нас. Шпагат – это уже неестественно. Это более как профессиональное. Многие любят прогибы назад делать. Это неестественно. Вы уже в жизни не ходите в шпагате, не прогибаетесь постоянно назад. Допустим, вам надо нагнуться, завязать шнурок. Для вас это естественно. Вот мы работаем на то, чтобы вы могли сделать то, что для вас естественно в вашей жизни. Увеличивать нагрузки желательно каждый месяц, для того, чтобы тело могло привыкнуть с тренировком. Если делаете паузы на несколько месяцев, то программу следует начинать с самого начала. С такой системой тренировок вы не только приведете свое тело в идеальную форму, но и получите приятный оздоровительный эффект. Продолжение следует...